Все, кто здесь работает, категорически не хотят ничего говорить на камеру. Прежде чем начать снимать, нам пришлось потратить много времени, чтобы уговорить их дать интервью. Никому не хочется рассказывать о том, что им приходится копаться в отходах с городской ТЭД, чтобы прокормить семью. А еще они боятся, что после журналистов на золо отвал с проверками награды чиновники или милиции, как это уже не раз бывало. Хотя Нурбек очень удивляется, если он ничего не просит у государства и пытается выжить хотя бы таким образом, почему их хотят лишить последнего заработка. Я горжусь своей работой. Детей надо кормить, семью обеспечивать. Коллегами тоже горжусь. Зарабатывают свой хлеб честным трудом. Нурбек первый, кто решился дать интервью. У него двое детей. Один ходит в сад, другой в школу. Зимой на стройке работы нет, вот он и приходит сюда даже в самые лютые морозы, когда бывает так холодно, что от воды, как сейчас, идет пар. А Нурбек все равно улыбается. Мы постоянно шутим друг с другом, рассказываем истории из жизни, подбадриваем друг друга. Вся эта жидкая черная масса идет от бешкекской теплоэлектроцентрали. Рабочие на золоотвале собирают несгоревший уголь и продают его. Чтобы не толпиться здесь всем, и сразу они договорились работать посменно, круглые сутки. Работают здесь люди разных профессий. Бывшие учителя, ветеринары и журналисты. Многие из них уезжали или пытались уехать на заработки в Россию. Двое из троих детей Эрниса трудовые мигранты. Один в Москве, другой в Турции. Сам Эрнис работает на золоотвале с 98-го года. За столько лет тяжелого физического труда у него даже стали отказывать ноги. Например, я два года назад поработал в России. Когда я уезжал в июне, только в Якутию каждый два дня улетал самолет с людьми, которые ехали туда на заработки. Вы только представьте себе, сколько это человек. Эрнис не верит, что в ближайшее время в Кыргызстане что-нибудь изменится. Он разочарован в политиках и никого из них не поддерживает. Изменений, мне кажется, нет. Я думаю, не будет. Наверху сидят одни коррупционеры. Не будет изменений. Вот простой пример. Тариф на холодную воду повысили. Теперь за нее надо платить целых 40 сомов. Для таких, как мы, такие тарифы неподъемны. Нурбек приходит сюда для того, чтобы вечером купить домой молока с хлебом. Чтобы дать сыну-школьнику денег на проезд. Пока есть эта работа, его семье есть на что жить. Загадывать далеко вперед он боится. Лишь бы им не мешали зарабатывать здесь свои деньги. Надеюсь, наши дети не будут работать в таких местах. Они должны работать там, где нет воды, где сухое тепло. Они должны учиться в крупных учебных заведениях. Когда мы уезжали, мы пообещали обязательно приехать. Если на золоотвал вдруг нагрянут с проверками. Несколько лет назад, после приезда журналистов, всех, кто здесь работал, забрали в городскую милицию. Предъявить им ничего не смогли, но работа, по их словам, встала. Без средств к существованию. Тогда остались почти две сотни семей. Тюбек Багалиева, Самат Алжбаев, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан.